Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в поле с комментариями и не забывайте ставить лайки. И традиционное напоминание, друзья, для тех, кто не в курсе, в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал с большим количеством аналитического контента. Точно пригодится и поможет вам в принятии торговых решений. Ну что, наконец-таки мы дождались четверг. Сегодня, напомню, на сегодняшний день выпал один из самых главных инфоповодов этой недели – заседание ОПЕК. Мы его, безусловно, ждем, хотя уже очень много было сказано относительно тех сценариев, которые могут быть обсуждены и тех решений, которые могут быть приняты. Сейчас, в сухом остатке, после встречи технического комитета, который разобрал вдоль и поперек все показатели спроса и предложения на глобальном рынке углеводородов и не дал рекомендации министерствам именно на предстоящую сегодняшнюю встречу относительно того, что нужно скорректировать уровень нефтедобычи. В целом, если смотреть сейчас на рынок нефти, кто-то считает, что он находится между молотом и наколонией. Я считаю, что это не совсем подходящий термин, потому что в целом он свидетельствует о том, что актив должен испытывать давление с обоих сторон. Но это не так. Я бы сказал так, что рынок нефти сейчас находится под влиянием двух абсолютно противоположных факторов. С одной стороны, это присутствующий на рынке оптимизм за будущие темпы роста мировой экономики и, соответственно, восстановления спроса, спроса на углеводороды. Причем, если мы вспомним итоги встречи технического комитета, комментировал их глава ОПЕК Генсек Мухаммед Баркинда, до конца этого года спрос на нефть может вырасти на 6 миллионов баррелей. Это прилично, друзья. И есть ведомства, которые занимаются оценкой общей рыночной ситуации на рынке нефти, которые давали даже более оптимистичную оценку. То есть ожидание роста спроса, запасы, которые продолжают сокращаться уже на шестую неделю подряд, в Штатах вчерашний релиз по запасам от администрации на рынке, минус 6,7 миллиона. Это все позитивные факторы. Отсутствие сейчас еще и иранской нефти. Вы наверняка обратили внимание, что эту тему как-то быстро подзабыли, хотя вроде бы как переговоры продолжались. А я ранее вам рассказывал, друзья, то, что, скорее всего, после прошедших президентских выборов к теме потенциального возвращения к ядерной сделке, ее снова поднимут не раньше августа и сентября. До этих пор, в принципе, паниковать не нужно. Ну и позитивным фактором, конечно же, выступает еще уже подтвержденный факт того, что рынок нефти остается в состоянии дефицита. С другой стороны, есть и негативные факторы. Прежде всего, этот негатив кроется в крайне мрачном фоне, связанном с распространением нового штамма Дельта. И есть уже регионы, где правительство пошли на повторные ограничения. Яркий пример Австралия. Двухнедельный карантин. Я думаю, что это не последний регион, который вынужденно пошел на такого рода ограничения. Англия. Это вообще отдельная тема. Сейчас, когда перейдем непосредственно на фунт и его перспективу, я коснусь Англии. Но в Англии ситуация с ковидом точно такая же. Ужасающая, как это было более чем 6 месяцев назад. И, опять же, будучи оптимистом, я очень рассчитываю на то, что все-таки в ближайшее время вот этот пик по росту количества заболевших в Англии, его удастся миновать. Новый штамм ковида – это, соответственно, то, что омрачает перспективы роста мировой экономики. И тут мы, опять же, выходим на проблематику спроса. Непонятно, будет ли он долгоиграющей истории и, в конце концов, станет ли он тем самым якорем для спроса на углеводороды. Это покажет время. Но в моменте вы должны понимать, что есть и позитивные факторы, есть и негативные факторы. И в зависимости от них, где фон усиливается, появляются дополнительные новости, рынок вот зажатся сейчас, остается в довольно узком коридоре и мечется от точки А к точке Б. Сейчас мы находимся на пике многомесячного роста 74,77. И сегодня все ждут фактическое решение ОПЕК. Будет ли поднят уровень нефтедобычи или нет. Друзья, мой сценарий и моя рекомендация вам. Если вы готовы рисковать и если вы разделяете мою точку зрения, что даже если страна ОПЕК поднимут уровень нефтедобычи на 500 тысяч, и этого будет недостаточно, чтобы нейтрализовать дефицит предложения, вы должны смело покупать нефть. Если вы все-таки относитесь к категории трейдеров, которые не любят рисковать и побаиваются мощных фундаментальных событий, вам нужно быть вне рынка, вне сделка по факту такого именно события и ожидаемого решения. Выбирайте для себя, какого сценария вы будете придерживаться. Помимо заседания ОПЕК, сегодня, друзья, у нас в 15.30 первичные заявки на пособие по безработице, это по штатам, и в 17.00 статистика АСМ производственного сектора. Важные отчеты для американской экономики. Сейчас по штатам каждый отчет важен, потому что каждый из них в определенной степени может повлиять на решение ФРС относительно процветной ставки. Вчерашний рост индекса американской валюты лично меня удивил, конечно же, потому что это отчеты из ДП, и вот рынок так воспрял духом. Хотя многие считают, что все-таки рост доллара был обусловлен не выходом сильных данных по рынку труда, а тем, что ухудшается фон в связи с активным распространением штамма Дельта, который привел к распродаже рисковых инструментов. Доллар выиграл в этом ключе как защитный актив. Я не хочу принижать иначимость релиза ЭТП, который был опубликован накануне, но хочу напомнить вам, друзья, что месяц назад перед последними данными по Non-Farm Perils ЭТП фактически указали на рост почти на миллион новых рабочих мест. Фактическая цифра была в два раза ниже. Поэтому завтрашний Non-Farm Perils может быть таким же, как мы получили оценку и увидели цифры по ЭТП, либо абсолютно противоположным, негативным смысле. В сухом остатке по индексу доллара, друзья, вы знаете мою позицию. Я, в принципе, сторонник того, что мягкая экономическая политика будет способствовать ослаблению курса доллара. Я считаю, что текущее восстановление доллара неоправданно. Жду Non-Farm, жду плохих данных, и жду, что рынок все-таки вернется к реальности и поймет, что рано еще покупать американскую валюту. Это долгосрочная сделка без свопов и без каких-то мощных движений, как на американских горках, друзья. Поэтому с этой идеей я работаю довольно консервативно. По поводу спекулятивных сделок были рекомендации на продажу евро и фунта. Эти рекомендации сейчас отрабатываются. Цель по евро 1,18. Смотрим на индексы ничных настроений. Если не любите смотреть на такого рода цифры, тогда слушайте, что я вам говорю. Позиционирование по-прежнему в пользу тех, кто ставит на большинство. То есть на покупки евро по фунту похожая картина, поэтому мы ждем все-таки движения против толпы. Цели, напоминаю, евро-доллар 1,18. Остается меньше 50 пунктов. По фунту отметка 1,3750, но можно подержать до уровня 1,37, потому что все-таки по фунту это не только тактика работы с этим инструментом, исходя из оценки рыночных настроений по фунту, еще и очень плохой фундаментальный фон, связанный с распространением штамма дельты. Количество заболевших, друзья, накануне превысило за сутки 20 тысяч. Это, опять же, максимум за последние 5-6 месяцев. И я думаю, что на фоне таких цифр, но практически наверняка, правительство Англии не позволит себе отменить локдаун 19 июля. Помните, раньше планировалось 21 июня снять эти ограничения, потом из-за ситуации с ковидом отложили до 19 июля. И вот, к сожалению, за последние буквально считанные дни ситуация ухудшилась, ну, просто многократно. Поэтому 19 июля – это, скорее всего, дата, когда Борис Джонсон примет решение о продлении карантинных ограничений до августа. Я в этом практически не сомневаюсь. Как это отразится на экономике? Но, скорее всего, и наверняка почти негативным образом. Вчерашняя оценка по экономическому росту ВВП Англии за первый квартал минус 1,6. Процент прогноз был получше, друзья. Я думаю, что второй квартал может оказаться, ну, если не таким плохим, то около того. Поэтому по фунту пока что ставка на снижение. По фондовым индексам S&P, NASDAQ – очередное обновление исторических максимумов. Но поскольку рынок доказал, что очень чувствительны к статистике по рынку труда, я рекомендую пока что прикрыть длинные позиции по фонде и вернемся к ним в понедельник, после того, как переварим non-farm perils. А вот евростокс, европейский индекс, покупаем. Сегодня, кстати, индексы производственной активности по ведущим странам валютного блока и по еврозоне в целом с 10.30 до 11.00 по московскому времени выйдет эта статистика. Ожидания неплохие, и евростокс на этом должен вваспирать. 4070 пунктов сейчас, цели долгосрочные – 4500 пунктов. На этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. Всем пока.